Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Наблюдаем за всем тем, что происходит в самом округе, вокруг него. И, конечно же, знакомимся с теми людьми, которые делают жизнь нашего округа интереснее. Речь идет о досуге, о том, как можно радостно прожить не только профессиональную часть своей жизни, но и ту самую часть, когда мы отдыхаем. Не находясь просто дома, а, например, участвуя в каком-нибудь мероприятии. Можно петь, можно танцевать, можно вышивать. Для этого у нас есть все возможности. Сегодня мы хотим представить вам двоих представителей Красковского культурного центра. Рудовственного руководителя центра Надежды Андреевну Кудисову. Здравствуйте, Надежда Андреевна. Здравствуйте. И Татьяна Васильевна Беличева, руководитель клуба любителей путешествий для людей старшего возраста с чаровательным названием «Бархатный сезон 50 плюс». И руководитель одновременно литературно-музыкального объединения «В кругу друзей». Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое. Без таких людей, как вы, жизнь не имеет красок, а вы в эту жизнь краски, безусловно, добавляете. Вот как вы считаете, сейчас наступает такой неожиданный вопрос, наступает долгий такой, ну, в общем-то он уже наступил, зимний сезон, позднее осеннее, раннее зимнее, плавно переходящий в раннее весеннее. Как-то меняется работа, вот чтобы больше развлечений, больше каких-то программ, песен в кругу друзей, стихов или каких-то, я даже сейчас не о новом годе говорю, а как-то вот люди, может быть, активнее приходят к вам, потому что что дома сидеть в серые эти времена? Ну, конечно, вы знаете, наша работа, она всегда бьет ключом. Мероприятий всегда, их очень много, они всегда разные для всех возрастных категорий. И, ну, в данное время, конечно, сейчас мы озадачены новогодним сезоном. Каждый готовит концертный номер, который посвящен сейчас теме зима, Новый год, Рождество. И, наверное, конечно, сейчас тепло именно у нас, не просто тепло, а тепло еще и для души. И очень многие приехали, лето все проводят по-разному, да, и, конечно, начинается, когда сентябрь месяц, то мы вступаем в новый творческий сезон, и наши двери открыты для всех возрастных категорий. Ну, вот мы еще вернемся к вашим планам, да, для всех возрастных категорий. А сейчас давайте поговорим о, я бы даже сказал, такой новой, даже и не возрастной категории, а о новом тренде, можно сказать, даже бренде, который называется «Активное долголетие», который развивается по всей стране под разными названиями. У нас в Московской области называется «Активное долголетие». Мы со многими уже вашими коллегами общались здесь, и спортивного направления, и творческого направления. Каждый пытается привнести что-то свое, да, в этом процессе. Вот все-таки это идея, которая немножечко сверху опустилась, мы должны понимать. Как вы перестроились, что вы придумали для этого, и как сейчас идет работа? Вы знаете, как только стартовала программа «Долголетие в Подмосковье», наш культурный центр, конечно же, активно принял участие, и с этой целью был создан клуб «Активное долголетие». Происходит, в принципе, мы никогда не забывали эту возрастную категорию, и концерты, и другие различные мероприятия, они у нас всегда были. И, собственно говоря, активности, которые сейчас Красковский культурный центр предлагает для людей старшего поколения, пользуются популярностью именно народный коллектив хоровской песни. Также это оздоровительная студия «Энергия». Что это такое? Это занятие физической культурой, где это здоровье, они его там как раз-таки подкрепляют. Около 25 человек ходят на занятия в эту студию. Ведет прекрасный педагог Наталья Сергеевна Соколова, квалифицированный. И, собственно говоря, эта студия у нас была раньше, но как только мы вступили в этот проект, больше как-то активизировалось людей именно этого возраста. То есть вы, можно сказать, заранее немножко предугадали, что придут такие люди. Да, да, да. И сейчас вот они с удовольствием ходят по расписанию. Строго. Да, да, четко посещая занятия этой студии. И, конечно же, тоже два объединения, как раз-таки Татьяна Васильевна Бельчева, она является руководителем этих объединений. Это любительское объединение музыкальное в кругу друзей и клуб путешественников для старшего поколения «Бархатный сезон». То есть попутешествовали, потом в кругу друзей почитали стихи и попели. Или возле костра, почему бы нет. Ну, тогда давайте мы подключим к нашему разговору Татьяну Васильевну. Скажите, пожалуйста, как вам эта идея пришла? Ну, вопрос вообще звучит так. А зачем вам это? Вот так, наверное, будет правильно. Чтобы проще было отвечать. Ну, вы знаете, потому что я на протяжении многих лет работала и руководителем Центра социальной помощи семье и детям, и проживаю в городском поселении Краскова уже более 45 лет. И поэтому мы очень давно знакомы с жителями, и именно с активными жителями, которые хотят заниматься творчеством, которые с удовольствием приходят на нашу музыкальную гостиную в объединение. В замечательном зале культурного Красковского центра большой замечательный зал нам предоставляют с чаепитием. Приглашаем замечательных наших людей, земляков, поэтов, композиторов, бардов. И к нам даже приходят молодежь, молодые люди, которые исполняют замечательные песни и стихи. Поэтому вот за время существования нашего клуба в кругу друзей и музыкальной гостиной мы начинали сначала в маленьком количестве. То есть было вначале 5-10 человек, 15. И вот на протяжении вот этих 5 лет количество посещений уже возросло до 50-60 человек бывает. То есть слух хороший пошел, и народ начал заходить. Да, и люди неравнодушные, и которые любят поэзию, музыку, с удовольствием к нам приходят. То есть они приходят не только слушать, но могут и выступить, и принять участие. Да, да, мы не ограничиваем их. И свои стихи почитать. Да, 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 мы с удовольствием слушаем их и предоставляем их слово. И, конечно, вот у нас очень вот за этот период побывало много замечательных людей, как члены Союза писателей России. Виктор Марков у нас постоянно член нашей гостиной. Елена Лосева из поселка Красково. Валентина Яценко из Люберец. Значит, вот к нам приезжает очень часто Людмила Чугунова. Дуэт «Времена года» Любовь Барашкова и Зайтун Гельмуддинов. С Дзержинки приезжает к нам Ольга Валимова. Ой, из Люберец. А из города Дзержинский приезжает к нам Наталья Алимова, замечательный поэт, тоже член Союза писателей России. И мы уже за эти несколько лет с ними подружились, и они с удовольствием к нам приезжают на эти мероприятия. То есть уже традиция. Уже традиция, да. Вернемся к активному долголетию. Вот вы, на мой взгляд, самое важное сказали, что наступает, наверное, момент в жизни человека. Людям хочется какого-то творчества. Не хочется дома сидеть с тарелками, с мисками и всем остальным. Дети немножечко выросли, уже самостоятельная жизнь идет. Чего бы не пойти. Но надо же как-то оповестить, вот вы взялись за это дело. Сейчас какая-то существует рекламная кампания у вас. Может быть, народ у нас, кстати, и люди старшего возраста активно в интернете начинают заниматься. В том числе и центры помогают всевозможные, как правильно это делать. То есть у вас есть там своя какая-нибудь социальная сеть, где вы там переписываетесь, назначаете свидания? Ну, в основном я общаюсь с людьми по телефону. И приглашаем их в культурный Красковский центр. Значит, собираемся мы каждую последнюю субботу месяца. Собираемся и оговариваем, куда люди хотели бы поехать и какие места посетить. Это то, что уже касается клуба «Бархатного сезона». Да, да. Для любителей путешествий. Вот за вот это время короткое, которое существует, вот наша программа «Активное долголетие», мы уже посетили, до этого еще посетили дважды, мы были в Новом Иерусалиме, в Егорьевском краеведческом музее. Да, замечательный музей, выставка Фаберже, там работа была. И в самом храме были, вот две поездки были. Да, транспорт выделял в культурный Красковский центр, и мы активно. То есть 16 человек. Транспорт бесплатно был? Бесплатно, совершенно бесплатно. И мы посетили дважды этот музей. Замечательно, людям очень понравилось. И люди хотят путешествовать и хотят осуществлять новые поездки в другие города. В Егорьевске вы были? Да, в Егорьевске были. Трижды мы были уже здесь, в картинной галерее, в музее краеведческом, в Люберцах. То есть я так понимаю, что какие-то средства выделяются на то, чтобы посещать? Или все-таки за галерею надо платить? Ну, здесь входной билет. Мы предоставляем письмо из культурного Красковского центра, и все экскурсии проводятся совершенно бесплатно. Ну, то есть, чтобы мы, знаете, нам выгодно было людям взаимодействовать. Здесь взаимодействуем, конечно. Кстати, вот сразу же дополняю ваш рассказ, вопрос к Надежде Андреевне. А как вам удается договариваться? Потому что это же бумажная волокита, вот так бы не было бы этих заказов, так и договариваться не нужно. Ну, как же. Мы с коллегами все в очень прекрасных отношениях, все идем друг к другу навстречу. И любые концертные программы везде, каждый участвует по приглашению. То есть вы поставили галочку, и они поставили галочку. Можно так сказать? Можно и так сказать. Ну, хорошие на свои слова. Конечно, да. Мы все очень дружим с коллегами, поэтому это абсолютно... А раскрываются какие-то новые направления? Да, ну, были у нас коллеги из других центров культурных, которые тоже что-то пытаются путешествовать. Путешествия, где-то немножко в дальние города Московской области куда-нибудь поехать или совсем выехать за Московскую область. И идет разработка этих новых путешествий? Ну, я думаю, что, в принципе, у нас все впереди. Просто нужно ставить цели. Наш директор, она всегда идет навстречу. И думаю, что... То есть Саймас-то можно договариваться с другими центром, меняться, да, городами, городскими поселениями, округами. Да, надо пробовать. Сколько сейчас в клубе путешественников у вас? У нас сейчас 28 человек. 28? Опять, 8 у вас, любимая цифра. Двух не хватает до 30, да. Так, и что? Какие сейчас планы у вас, куда поехать в ближайшее время? Ну, мы хотели бы еще посетить... Хорошо бы по Поленово съездить, в Архангельское замечательно бы съездить. То есть вот пожелания... Ну, скульптуру там уже забили этими... Закрытое. В Архангельское хорошее там было, наверное. И вот сейчас будет уже открыта выставка, тоже в Новом Мирсалиме, работы Шагала. Около 300 работ будет, и поэтому хотелось бы тоже туда съездить, потому что я думаю, что там необыкновенно будет интересно. Интересно, да. Сделаем сейчас небольшую паузу. Напомню вам, что у нас в гостях сегодня Надежда Кудисова и Татьяна Беличева. Они представляют у нас Красковский культурный центр. Говорим мы о активном долголетии, а также поговорим, собственно, о других работах, о других студиях, которые работают в этом самом центре через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы говорим с представителями Красковского культурного центра. Это художественный руководитель Надежда Андреевна Кудисова и Татьяна Васильевна Беличева. Руководитель сразу двух направлений. Клуба любителей путешествий для людей старшего возраста «Бархатный сезон 50 плюс», а также руководитель литературно-музыкального объединения «В кругу друзей». По активному долголетию еще пару вопросов, наверное, Надежда Андреевна. Обращаются люди, стали приходить после того, как эта программа запустилась. То есть как, ну, маленький отчет, как идет дело-то? Да, вы знаете, сезон мы начинаем с сентября, приходят постоянные участники. И, в общем-то, когда уже эта программа приобрела популярность, то сейчас у нас возросло количество. И вот что касается активного долголетия, у нас около ста человек, которые посещают как раз-таки вот эти активности, наши коллективы, формирование. То есть их около ста. И мы этому очень рады. Это хорошее число. И всех ждем, да, и ждем еще, пожалуйста. А вот как приходят, может быть, вы или Татьяна Васильевна расскажут нам, как вот один пришел или одна пришла, другую за руку привела, пойдем, мне там нравится, мы там вместе будем заниматься. Да, обычно это сарафанное радио. Сарафанное радио. Да, да, обычно так. Все-таки этот возраст, он не совсем, они смотрят сайты, социальные сети, хотя есть и такие, которые... Продвинутые. Продвинутые, да. Да, и они узнают именно поэтому. Могут позвонить, уточнить всю информацию, которую мы предоставляем. Либо же они прямо приходят, их встречает на ресепшене администратор, дает полную информацию. И выбор идет, да, куда? Да, да. И уже некоторые ходят и петь. И сразу к Татьяне Васильевне. Это не проще, две организации сразу можно посетить, да. Да, то есть есть и такие, которые посещают сразу несколько направлений. И мы ждем новых участников. Ну вот и вам вопрос, и Татьяне Васильевне по очереди, если можно ответить. Все-таки это люди определенного возраста, бывают какие-то сложности в общении, потому что немножко какая-то стрессовость, стрессоустойчивость может быть другая, что-то кому-то не нравится, или не нравится, кто-то поет, а я лучше пою. Ну какой-то такой вот. Все-таки мы понимаем, что это немножко такой детский подход. Как вот вам, это же психологическая еще нагрузка для вас, для тех, кто приглашает. Как вы с этим справляетесь? Вы знаете, для них очень важно еще то, что это бесплатно. И, собственно говоря, когда они приходят и участвуют в этом, они там расслабляются. Расслабляются. Ну ничего не требуют особо, да. Да, они получают какой-то заряд бодрости, энергии. И, то есть они понимают, что есть еще место, где их ждут, и куда им хочется, да, им рады, и куда им хочется прийти снова. Поэтому, конечно, все разные. Ну давайте мы, Татьяна Васильевна спросим, ну люди же, они же, вот я хочу туда, я хочу, вот вы поехали в музей, я хочу еще походить, а я уже хочу домой, а я хочу есть. Это же такая жизненная, бытовая ситуация. Как вы с ними справляетесь? Вы знаете, я вообще всех участников наших клубов, я очень люблю, во-первых, их. Во-вторых, всегда мы прислушиваемся к их мнениям, просьбам. Если человек устал, мы и в музеи, и в театре, или мы же посещаем еще не только места интересные, но мы посещаем очень часто балет, спектакли. Да, ездим, именно участники клуба, то есть вот в общество инвалидов выделяют билеты, и нам дают несколько билетов, и мы распространяем, и они постоянно с нами ездят. То есть мы им предоставляем еще эту услугу. Но действительно отпечаток накладывает, что мы просто очень долго работаем с людьми. И вот когда к нам приходят на гостиную, даже вот они же все-таки пожилого возраста люди, они с удовольствием, мы заранее готовим каждое мероприятие, и каждый хочет поучаствовать, помочь. То есть вот даже чаепитие, они заваривают чай, раздают, ухаживают, ну то есть обслуживают всех присутствующих. Это им доставляет удовольствие. И вот это общение тоже дает большое удовольствие, и они получают большую подпитку. Они вот на протяжении двух, двух с половиной, а то и трех часов мы проводим музыкальную гостиную, и люди практически не устают. Мы им даем немножко время пообщаться, высказаться, и вот те обязательства, которые они на себя берут, им предоставляет удовольствие. Но это главное. Потому что да, это главное. И вот, понимаете, вот таких вот жалоб со стороны участников на протяжении больше пяти лет, я уже как бы вот с клубами работаю, то есть я не помню, чтобы кто-то пошел жаловаться и какие-то неурядицы. Да, это говорит о том, что вам удается найти подход к людям, у каждого человека это особенность, а человек в зрелом возрасте это двойная особенность. Поэтому, возможно, вот как правильно говорит Надежда Андреевна, что каждому свой подход, каждому дать свою задачу, поставить и уже весь этот ансамбль, что называется, задействован. Хорошо, давайте поговорим с вами теперь не только об активном долголетии, но еще о людях, которые, о детях, куда можно записаться, как прийти, как этот процесс у вас построен. Вы сказали, что 38 направлений, да? Да. Расскажите. Ну что, мы ждем всех в наш Красковский культурный центр. В принципе, со всей информацией можно ознакомиться на сайте, все очень подробно, записаться также можно на сайте Красковского культурного центра, также в здании у администратора на ресепшн. Какие направления у нас есть? Это хореография, лучшие коллективы работают у нас. Это образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Волшебная страна», образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Джем». Есть коллектив уличного танца «Зум», коллектив восточного танца «Саргам», спортивно-бальный танец «Виктэс». А вот возраст, да, возраст… Возраст участников от трех лет почти во всех студиях. То есть, поэтому мы ждем… Вот уличный танец, например. Уличный танец, да, от трех лет. От трех лет и до, ну то есть нет никаких ограничений, приходите, все ждем. А как же они будут заниматься? Нет, естественно, по расписанию, у каждой возрастной группы они поделены. Конечно, да. Сейчас это малыши от трех лет и до где-то 25, вот так вот. То есть молодежь, она у нас есть. Вокал, очень вокальная студия. Тоже прекрасный коллектив, образцовый коллектив, вокальный ансамбль «Нотка». Собственно говоря, все наши коллективы, они лицо нашего округа. Образцовый. Образцовый, образцовый. Такое красивое, советское криво название, образцовый. Конечно, это и изо-студии, прекрасные изо-студии. Ты мастер, ты художник, там очень интересный метод правополушарного рисования. Также это декоративно-прикладное творчество. И студия мягкой игрушки. Даже есть у нас студия каратэ. То есть есть кому вас защищать, если что? Конечно, конечно, да. Хорошо. Ну, я думаю, что те, кто заинтересуется, посмотрят на сайте, перечислять 38, все-таки это много. Но такой вопрос, а сколько стоит-то удовольствие? Вы же знаете, у нас же сразу, как деньги появляются, народ относится к этому сложнее. На муниципальном задании, у нас же есть коллектив на муниципальном задании. То есть это означает то, что посещение бесплатно. Конечно, на начало творческого сезона квоты очень быстро закрываются. То есть у нас, конечно же, уже в конце августа все записаны. Есть постоянные участники, которые не собираются никуда уходить, им все нравится, и они готовы работать и трудиться. И они бесплатно продолжают работать? Они продолжают, конечно, бесплатно. То есть это вот как в университете бюджетники и остальные заплаты, правильно? Да, да. Есть даже такие варианты, когда ты занимаешься, и будучи еще малышом, приобретаешь опыт, ну, допустим, в студии хореографии, и когда ты подрастаешь, и набираешься этого опыта и практики, и становишься прекрасным солистом, то тогда тебя переводят, и уже ты занимаешься бесплатно. Эта практика тоже есть. Понятно. Хорошо. А цена вопроса для тех, кто все-таки, кому не повезло записаться, и он платник? Вы знаете, у нас везде один тариф. 250 рублей стоит одно занятие, за месяц это 2000 рублей. Это не так много, поэтому... Ну, понимаешь, для того, чтобы было все хорошо, надо что-то вкладывать, какие-то деньги и так далее. И я так понимаю, что люди активно ходят. У меня вот вопрос еще, Татьяне Васильевне, скажите, у вас тоже есть люди, в чем разница между платником и бесплатником? Они же как-то рано или поздно хотят сказать, а я же плачу деньги, а ты не платишь. Нет, у нас занятия совершенно бесплатные, и поэтому люди с удовольствием ходят, и об этом речь никогда не шла. А вот ваши вещи? Для активного долголетия у нас абсолютно все бесплатно. Ну что вы, как мы можем для людей старшего поколения ставить какие-то рамки? А те, кто вот еще не достигли уровня активного долголетия, вот там не бывает этих ссор между вот ты платный, я бесплатный? Ну, вы знаете... Или сглаживают мастера. А у нас и нет этого. То есть у нас получается, что в студии платные, они, в принципе, туда ходят дети, а те, кто... тот же хор, в который ходят с 18 лет, пожалуйста, всех ждем абсолютно бесплатно. Понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Какие-то дни вы работаете с понедельника по пятницу или с пятницы по понедельник? Какой принцип? Мы работаем... у нас нет выходных. Карлосковский культурный центр работает с понедельника по воскресенье с 9 до 10 до 22.00. Прямо с ума сойти. Всех ждем, конечно. И не отдохнуть-то. Ну... Сейчас у вас, я так понимаю, начинается новогодняя пора. Давайте мы спросим у вас, адресуем вам такой вопрос, что готовить. Вот мы так немножко говорили, что каждый коллектив что-то готовит. Будет какой-то большой концерт или отчетный, или будет какая-то новогодняя программа, Деда Мороз и Снегурочка, как положено. Мы приглашаем всех. В первую очередь это будет открытие резиденции Деда Мороза 14 декабря. Всех ждем в Карлосковский культурный центр. Резиденция будет работать до конца декабря месяца. И готовится новогодний, большой новогодний концерт, театрализованный, 25 декабря в 18.00. Всех ждем. В католическое Рождество, получается, попадаете. Получается так. Да. И вопрос, Татьяна Васильевна, а вы что готовите? Ну, мы сейчас, вот, литературно-музыкальная гостиную у нас будет завтра в 4 часа. И, значит, вот в программу мы поставили уже на 29 декабря. Тоже будет у нас литературно-музыкальная гостиная с приглашением наших замечательных гостей и артистов. Что-нибудь новогоднее будет читать. Да, обязательно, не только. И будут исполнять песни, наши барды придут. Я думаю, что будет программа очень интересная. Ну, пришло время попросить одну из наших гостей, Татьяну Васильевну, Прочтите что-нибудь, как руководитель литературно-музыкального мнения «В кругу друзей». Прошу. Ну, я авторское прочту. Давайте, конечно, с удовольствием. Я люблю эту жизнь и ценю каждый миг. Иногда устаю от нелепых интриг. Все обиды и зло обхожу стороной. Новый багаж заберу, доброту лишь с собой. И я в дорогу возьму самых лучших друзей. Подарю им тепло, чтоб согрелись скорей. Поделюсь добротой, чтоб искрились глаза. И открою им душу, по-другому нельзя. Я улыбкой своей растоплю их сердца, Чтоб сильнее они стали, путь прошли до конца. Чтобы счастливы были, встречали рассвет. И пореже считали, сколько прожито лет. Мне кажется, это девиз гостиной просто. В кругу друзей. Большое спасибо. Татьяна Васильевна Беличева, руководитель клуба любителей путешествий для людей старшего возраста «Бархатный сезон 50+.» и руководитель литературно-музыкального мнения «В кругу друзей». И последнее, что бы пожелала Надежда Андреевна Кудисова, художественного руководителя Коросковского культурного центра, всем своим коллегам, можно так сказать, всем, кто участвует в жизни вашего центра, и всем тем, кто еще не присоединился к вам. Прямо так обширно. Да. Я с удовольствием хочу, передаю всем привет, всем коллегам нашего городского округа Либерцы. Желаю всем гармонии, и чтобы каждый получал удовольствие от нашей работы. Наверное, всех уже можно будет поздравить с наступающим Новым годом. А также хочется сказать, что мы ждем всех и зрителей, и участников наших клубных формирований к нам в Коросковский культурный центр, где мы будем вас ждать, и будем очень рады вам. Спасибо большое. Итак, запомните, что существует Коросковский культурный центр, куда можно прийти, записаться и проводить активно, очень активно свое активное долголетие. С вами был Николай Пимненко, это программа «Открытый диалог». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин